В первые секунды, когда женщина видит вас впервые, она делает некие выводы. Я бы даже сказал, что впервые 10 секунд она уже пересмотрела вас 10 раз с разных сторон. И если быть честным, то она просто человек. И как все остальные люди на этой планете, она полагается на эвристику. Это, скажем, ментальные короткие ходы, чтобы придавать смысл всей информации, которая на нее вываливается. Что это за короткие ходы? Как вы можете использовать это для своей выгоды? Господа, об этом в сегодняшнем видео. Первое в нашем списке, господа – язык тела. Бей или беги. В этом есть смысл. Если оглянуться, то тысячи поколений женщинам приходилось иметь дело с суперагрессивными мужчинами. Мы это можем наблюдать в мире животных. Женщины будут более разборчивы. Самки животных вынуждены бороться с самцами, которые в целом больше и могут быть опасны для нее, поэтому ей приходится быть внимательнее. Господа, если вы хотите, чтобы к вам подходили девушки или вы сами хотите подходить к ним, то убедитесь в том, что ваша поза открыта. Ваши руки на виду. Держите плечи ровно, не надо стоять полубоком, потому что это выглядит, будто ты готовишься ударить. Также не стоит скрещивать руки, потому что это обычно может говорить о том, что вы закрыты для общения. Парни, а если вы хотите стать более уверенным в себе и знать, как правильно вести себя с девушками, то рекомендую подписаться на наш новый канал от команды Frontways, Мышление, Бульдога. Это канал одного из лучших друзей Антонио, Джона Сонмаза. Он расскажет тебе все, что необходимо знать для того, чтобы полностью трансформировать свою жизнь внутренне и внешне. На этом канале ты получишь техники личностного развития, необходимые для укрепления уверенности в себе. Узнаешь, как сбросить вес и привести себя в форму, стать психологически прочным, развить невероятную самодисциплину, прекратить лениться и стать суперпродуктивным, научиться мотивировать себя, стать привлекательнее для противоположного пола и улучшить свое здоровье и физическое состояние, как никогда раньше. Подписывайся прямо сейчас, становись бульдогом. Следующее, на что смотрят женщины – это ваша поза. Вам надо стараться держать ровную осанку. Распрямите грудь, отведите плечи, потому что, когда вы выпрямляете осанку, это, во-первых, сильная поза, показываете свою мужественность и что у вас скучат тестостерона. И, конечно, у вас нет проблем с тем, чтобы выпятить грудь. Мужчины, когда знают, что на них смотрят девушки, инстинктивно выпячивают грудь и выпрямляют плечи. Господа, если вам нравятся такие видео, то дайте мне знать, нажав на лайк, тогда я буду делать больше таких видео. И ваше взаимодействие с видео, например, комментарии, где я был прав, где я ошибся. Пишите в комменты все, что вам хочется. Это помогает, чтобы видео показывало себя лучше. Серьезно, даже те из вас, кто пишет в комменты, что он первый. Я ценю это. Хорошо, давайте поговорим о росте. Некоторым придется смириться, потому что многие женщины часто находятся в поисках, и это видно по соцпрофилям, что они ищут высокого парня. Поэтому парни среднего роста или те, кто даже ниже, чувствуют себя дискриминированными. Но вот исследования показывают следующее. Женщины заинтересованы в росте относительно своего роста. Они просто ищут парня, который будет выше, чем они. Поэтому, если она 160, а ты 165, то вы вполне подходите. Если вы хотите все же встречаться с девушкой, которая выше вас, тогда вам лучше переходить на отношения офлайн. Вместо того, чтобы знакомиться в сети, знакомьтесь в реале, где будет куда больше факторов, чем рост, которые будут влиять на ее желание взаимодействовать. Следующее, что замечает женщина в первые пару секунд – ваша обувь. Женщина обращает внимание на обувь уже достаточно долгое время. И в этом есть смысл. Когда мы смотрим на фигуру человека, бегаем глазами вверх-вниз, то обувь будет финальной точкой. И лицо – это финальная точка. Но почему туфли играют такую роль? Ну, сотни, если не тысячи лет, люди должны были зарабатывать деньги, у них должны были быть средства, чтобы позволить себе хорошую обувь. Сегодня, думаю, тебе надо разбираться в стиле. И когда женщина смотрит на обувь мужчины, то она делает вывод – этот парень в теме, или этот парень бестолковый. Поэтому, если вам хочется получить сразу много очков, тогда выбирайте ботинки. Я уже рассказывал о силе ботинок. Если вы надели вот такие, то девушки сразу поймут, что у вас есть чувство стиля, и вы обращаете внимание на детали. Если предыдущая модель слишком яркая для вас, тогда попробуйте ботинки одного цвета, но пусть это будет замша. Она добавит текстуры и будет выделяться, и она в любом случае заметит эту небольшую деталь стиля. Я понимаю, что некоторые из вас скажут «Антонио, я ношу кэжуал». Ну что ж, кэжуал не означает неряшливо. Есть множество стильных фишек, которые вы можете добавить к вашим кроссовкам. В общем, что я хочу донести до вас, господа. Обращайте внимание на обувь, потому что женщины, которые на вас смотрят, используют их как способ быстрого осуждения о вас. Когда женщина приближается, то она уже руководствуется не только своим зрением, но также и своим обонянием. А у женщин обоняния развитость сильнее, чем у мужчин. Многие из вас говорят так «Почему же я играю в защите? Я моюсь и я чист». Но вы когда-либо играли нападающим. Парни, запомните, что сбалансированная команда, которая играет и в защите, и в нападении, часто выигрывает чемпионаты. Поэтому если вы хотите завоевывать сердца, то прокачивайте свою игру с духами. Я бы рекомендовал вам начать с чего-то попроще. Дизайнерские духи. Как бы да, вы не получите никаких наград, но зато ей понравится. Могу вам гарантировать, что 95% женщин понравятся вот эти духи, что я держу в руке. У них приятные яблочные нотки, и это простые свежие духи. Или вот эти блюда Шанель. Любой продукт из линейки, будь это парфюм, или EDT, или EDP, аквадижио, если вам хочется что-то чистое. Вот отличные дизайнерские духи, которые я могу порекомендовать. Главное разбираться в ситуации, не обязательно носить духи в офис. Вот эти подойдут для работы лучше. Эти все же для ночного клуба. Но если вам хочется, чтобы духи понравились женщинам, ясные ароматы, может немного ярче, если это ей нравится. Многое зависит от женщины. Но я бы сказал, что это точно лучше, чем ничего. Не наносите слишком много, вас должны искать. Вам не надо заявлять о себе, как только вы появились в комнате. Давайте теперь поговорим об одежде. Женщины смотрят на одежду, потому что в целом они в этом лучше разбираются. И они часто делают суждения, основываясь на внешнем виде, потому что, когда женщины смотрят на мужчин, то они стараются быстро оценить, кто он такой. Поэтому скажу вам, если вы носите пиджак или костюм, то вас воспринимают как важного человека, который посещает места. То же самое с рубашками. Почему это так? Потому что сотни лет они создавались таким образом, чтобы придавать более мужественный вид. Боротник вокруг шеи. Он обрамляет лицо. Он визуально удлиняет шею. Вы выглядите более элегантно. Все эти мелкие детали вместе уменьшают талию, увеличивают плечи, делают вашу грудь чуть шире. Благодаря этому вы выглядите сильнее и мужественнее. Вы выглядите успешно. Что насчет ювелирки? Это точно то, на что смотрят женщины. Исторические ювелирные украшения были показателем статуса и достатка. Имеет ли это место в современном обществе? Я бы сказал, что да. Женщины делают быстрые выводы о парнях и что он может предложить. И мне интересно, что вы думаете? Пишите в комментариях. Часы – это украшения или что-то другое? Еще на что смотрит женщина – это ваша улыбка и глаза. Я их объединил в один пункт, потому что есть такой термин как «smice». Слышали? Это когда ты даришь искреннюю улыбку. Как я это делаю? Я думаю о чем-то приятном и улыбаюсь. И когда вы действительно смеетесь, то вокруг глаз появляются небольшие морщинки. И это действительно сложно подделать. Многие парни улыбаются, когда жмут руки или общаются с людьми, но улыбка не настоящая. У многих женщин есть довольно хороший встроенный детектор лжи и они стараются понять, искренен ли парень. Если она ему действительно нравится, хорошо ли они общаются, смотрите ей в глаза. Я часто пользовался трюками, пытался понять, какого цвета ее глаза, чтобы в случае чего я мог бы сказать ей комплимент насчет цвета ее глаз. Не забывайте улыбаться, думайте о чем-то хорошем, потому что если вы не мыслите позитивно, то наверное не стоит куда-то ходить. Искренняя улыбка и контакт взглядом вам сильно пригодятся. Итак, парни, какое видео смотреть далее? Как насчет 7 признаков, что вы более привлекательны, чем вы думаете? Серьезно, вы обаятельный парень. Узнаете почему в этом видео.